Живут воспитанники детского дома, вот нам дали вот это жилье, тут пять комнат. Тут темно, правда, света нету, отопления тоже нету, газа нету, короче вообще ничего нету. Вот что-то здесь-то еще как-то поприлично, но отопления здесь соответственно нет, то есть здесь температура как на улице, и в квартирах в принципе то же самое практически. 21 век так-то, у нас же Владимир Владимирович Путин, он же говорит, что у нас там ВВП растет, у нас все благополучно, только у кого благополучно, мне например непонятно, может быть у него все благополучно, а вот люди вот так живут. Я считаю это нищета, нищета, и после этого мы там еще пытаемся кому-то что-то доказать, в мире, да? У нас раньше было даже море видно, корабли были, даже волны. были видны. Ну а сейчас видите, уже росло уже деревья. Конечно, 60 лет, это я только уже 63 года здесь живу, это большой срок. и цветы тут вот, у меня было 50 роз. Сейчас уже меньше, сейчас уже знаете, у меня отслоение сетчатки, я плохо вижу. Я не могу уже ничего прочитать. Я не могу вообще... И плохо слышу в этом ухе, дырка в этом самом... Покупаю... Вот две тонны угля 29 тысяч 200. Раньше у нас был угольный склад здесь, в Балтийске. Мы тут выписывали, а сейчас в Калининграде. Брикеты, это тоже, это вот прессованные опилки. У немцев было, как они отапливали, вот здесь стояло, это самое, котел у них стоял, и они отапливали весь дом. Вот видите, трубы проходят. Вот запах такой, канализация открыта. Пахнет. Немецкая, вот там, знаете, ну, проходит труба, и там она разбита. Было закрыто. Такое железное... Ну, лист железа закрыто. Бомбжи... Это самое... Сдали на металлолом. Писы. Я работала кондуктором. Когда приехала, я пять лет работала санитаркой в госпитале. Потом вышла замуж. Муж работал шофером на автобусе. Семь лет, как он умер, я осталась одна. И детей нету, не было. Ну, какая жизнь есть, такая есть. Только чтобы было мирное небо на земле. Сейчас так неспокойно. А мы дети войны. И я помню войну. И помню окопы, и бомбёжки, и похоронки, как проносили. Отец погиб на грунте 24 февраля 45-го года. Похоронен в Польше, в город Черск. И мы ездили с мужем на братскую могилу. И я не хочу сейчас, чтобы повторилось на старости лет. Муж был с Украины. У его там остались браты, и племянники, и сестра. И связи никакой нету. Кто там? У его брата было четыре сына. Как они там? Что там? Мужа, кстати, забрали. На Украину. А я вас заметила. На детьми тут живу. Да, мобилизовали. Еще деньги не платят уже три месяца. От Министерства обороны еще ни разу не получала. Получала я только губернаторские, которые сто тысяч положено. И то я их на себя оформляла. Сначала у них ошибка. Седьмой батальон у них. Я разбиралась очень долго. Ездила туда. Я уже три месяца жду. Но я нахожусь в декрете с ребенком с двумя детьми. И мне, естественно, надо за все платить. И коммуналкой кушать, и одевать. И, извините меня, кредиты у людей и все остальное. Ну, как бы, что могу, то коплю и плачу. Ну, вот, не знаю. Пока нету ничего. Ни выплат, ничего. Я родилась в Балтийске. Жилье мне дали, так как у меня я лишена родительских прав была у матери. Ну, у нас забрали семеро детей и распределили, там, кого в детский дом, а кто оставался здесь, тетя, дядя, там и это. Вот, государство нам дало. Вот сестра рядом живет со мной, комната старшая. Мне дали эту комнату. Заселили нас. Тут вообще был кошмар, конечно. Вот этого всего тут ничего не было. Тут были просто голые стены. В потолке просто были эти трещины. Ну, то есть, все то, что здесь есть, это все, естественно, я сама делала. Двери, окна здесь были просто дунуть. Вот так вот. Ну, лет 12-13 я здесь уже живу. 13 лет уже, да, будет. Вот. И, как бы, дом признали наш аварийным уже в 2013, по-моему. Да, по-моему, да. И вот до сих пор мы ждем жилье. Естественно, тут сырость, ничего не отапливается. Ремонт делай, не делай. И это все мы, как можем, поддерживаем. Ну, тут система не работает вообще. Тут же дом аварийный. А печка должна стоять на кухне, а печки там нету. И мы отапливаемся сами. То есть, естественно, за электроэнергии неплохие деньги платят на то, что вот это все отапливают. Это у меня комната просто угловая. Самая холодная, получается, из всех. И, получается, он даже не спасает меня обогреватель. На полную катушку работает, он даже не спасает. И я его вообще даже не выключаю. Я отдаю по 4-5 тысяч рублей только за свет. И плюс у меня еще коммуналка, плюс у меня еще вода и плюс у нас еще мусор. И с каждой, с одной квартиры, то есть они имеют очень большую, крупную сумму денег. Ну, вот я за свою комнату, за комнату я отдаю 8-9 тысяч рублей. Это вы посчитаете, каждому тут воду считают только. По 1300 я плачу. Одна комната 1300 платит за воду, вторая 1300 платит за воду, другая 1300. То есть у нас один кран, ну вы понимаете, да, и мы за воду по 5 тысяч отдаем только коммуналку. Ну, то есть столько воды, естественно, мы здесь не тратим, а счетчики тут ставить нельзя, в связи с тем, что аварийное жилье, мы тут не имеем ничего права делать. Вот плесень растет, идет она в мою комнату. То есть они уже плесня, тут ничего не отапливается, мы протапливаем только свою комнату, естественно. Там все вообще гневоле возле окна. Краны все мы меняем сами, с той стороны, там трубы. Это кухня, ну, в каждой кухне, у каждого все свое. Тут девушка живет, вообще кладовка должна быть. Ну, девушка там живет, они втроем живут, мама, ребенок и девушка. Комната 14 метров, да. Вот как бы у нас тут вся система. Тут все взорвалось, труба вместе с подвалом пошла к нам. То есть даже сами варийщики, которые приезжают, естественно, они ругаются. Чуть ли не, естественно. Потому что, он говорит, трубы берем, они просто рушатся, естественно, на глазах. И, как бы, он говорит, ну, как бы вообще достал дом этот уже ваш. Тут вообще вода, наверное, стоит, да, вон она. Видите, вот, да, вот она вся сырость, плесень, вот она идет вся у нас всегда. Там тоже вода, наверное, пять. Я ее всегда вытираю за диваном. Это мы тут спим, представляете, с детьми. И она вот плесневеет, и все холодно, да, и ветер идет, да, к нам. Ну, по сути, табличка у нас же висит. И там уже мы должны были расселены. Ну, то есть нас уже не должно быть здесь. Мы ходили на прием, был зам, сказал, что, типа, год еще потерпите. Ну, типа, вот, дом уже строится возле компаса там. Как только построится, так ваш первый дом, типа, ну, на расселение. Ну, естественно, это уже, наверное, года два-три, говорят. Ничего не меняется и вообще. Медиатор ругается, то, что дети болеют. Естественно, дом сырой. Когда уже переселят вас, она говорит. Она старшего у меня вела, ему 12 лет ребенку. И сейчас еще один родился у меня. Я до сих пор сюда приходю, и в шоке, что мы до сих пор здесь живем. А здесь сестра моя старшая живет. Украетесь? Это уже невозможно здесь жить. Это у всех все, естественно. Я молчу про туалет. Туалет сколько у нас раз поднимался и взорвался, и все стены в говне мы убирали. Естественно, мы это все меняли за свой счет. Самое главное, чтобы вернулся муж, естественно, уезжать, наверное, в Калининград. Потому что здесь мало перспектив на Балтийске, естественно. Тут, в принципе, и не работы нет нормальной. Как бы, у меня муж ездит в Калининград. В Гуревске. Он работает на молочной продукции. То есть возит. Ему ночью он встает. Сейчас ночью он встает. Как бы, да, едет до Гуревска. То есть там работает и приезжает потом домой. То есть это у него дорога сколько занимает времени и все остальное. Потому что в Балтийске нет работы. Мужчина нормальный. На корабле, который 20 тысяч, 24 тысяч. Вот получаем, да, мужчина. Зарплаты 24 тысячи у него. У него даже кружки нет уже здесь. Холостяк. Не, у меня одна. Во всяке, знаешь, хорошо рыть. Да, когда я кушать захотел, можно к соседке зайти, она тебя накормит всегда. Добрые души. Да. Это да. И в Новый год весело все празднуют здесь где-то. Мы с баллоном пользуемся, да. Вот. 94-й год. Один раз горел, мы же тут с сестрой тушить пытались. Да, мы же не знали, что мокрая тряпка. Я песком, она, это, мы тут детей, дети в окно выпрыгнули, да. Вот приезжала женщина, немка, ну, с мужчиной. Они мне показывали, на 9 мая, это был 2014 год, по-моему. Они мне показывали фотографии, ну, 1938 года вот этот дом стоял. Ну, тут такая красотища была, сады там всякие, видите, ну, этих городов не было. И она мне показала, что этот дом 1904 года, постройки. Вам заходили сюда туристы, да, они приезжали, прям заходили, бабушки, дедушки, да, чай пили с нами. Да, я им чаю сделал. Смотрели, да. Они мне говорят, данки, 20 евро положили на меня и пошли. А этот сосед живой, еще был какой-то, Львова, по-моему, побежал, это мешочек янтаря свой, там, достал, пошел вон продавать. Я здесь родился, в Балтийске, у меня здесь была однокомнатная квартира, бабушка, мама, мы там жили. Потом бабушка с мамой умерли от алкоголя, ну, такие года были, 90-е, там, работы не было, все пили. И нас с братом забрали в детский дом, потом в 2012 году я сюда приехал, и мне вот дали вот эту вот комнату. В 2013 нам сказали, что в 2016 переселят, в 2016 году сказали уже в 2020, потом в 2020 году сказали в 2022, ну, вот уже 2023 год. Ну, пока вот живем здесь, в этой, как ее называют, местной конюшне. У меня тут нету этой, ну, в принципе, плесени, ну, только отопления нет. У меня тут тройной пол, короче, местный паркет снизу, подложка, короче, резина моя еще толстая, и вот еще это. Ну, все равно полы холодные. А вот этот, вон, выход с подвала. Вот, короче, у нас есть там в подвале бомбоуберще и выход вот, ну, на улицу, короче. Здесь была у меня понизу плесень. Я вот делал ремонт, короче, и это, там заделал, короче, чтоб не было плесень. Ну, там все мокрое прямо, обои были все мокрые. Боимся каждый год зиму, блин, так как, ну, холодно здесь, не отапливается. И ни газа, ничего нету такого. Когда были открыты границы, конечно, чувствовалось, ну, то есть и наша еда, которая здесь, ну, продукты были дешевле, потому что они конкурировали с польской продукцией, ну, сюда завозилась польская продукция. Она, во-первых, была и качественнее, и дешевле. Одежда дешевая там была и тоже, ну, как бы качественная. Тоже ездили туда люди. Машины, запчасти, да все, в принципе, там, ну, техника вся дешевле. Можно было там купить ее. Сработаю на рейдовом Бексиле здесь, в Балтийске. Может, видели такой, они таскают большие корабли, маленькие кораблики такие два, они таскают, большие заводят. Выводят там, ну, в море. Но еще сейчас вот хочу устроиться на вторую работу. Я сам еще не служил просто. Я даже не знаю, ну, как это вообще все, ну, когда я это все увижу, пойму. Ну, мало, если попаду там под эту мобилизацию, то там уже будет понятно. Знакомые, друзья там пишут, которых забрали, что там очень все страшно на самом деле. Ну, это там, это не как в фильмах, там, раз мы нам показывали, там, намного страшнее все. Когда там пули взрываются, ну, снаряды взрываются рядом. Конечно, это все страшно. Вообще, поскорее бы это все закончилось бы уже. Жили нормальной, мирной жизнью, вот. Ездили также бы и в Польшу за продуктами. Я вот хочу на вторую работу куда-нибудь поваром устроиться. Ну, с обычайом, со стажировкой. Вот, и хотел к вам попасть, если возможно. Сейчас, и я, короче, сюда вернулся в 2008 году, когда здесь литовцы, короче, ложили дорогу. Ну, им можно было раньше там нанимать белорусов, литовцев, там, строительную фирму всякие. Вот, и литовцы, короче, положили вот эту дорогу, вот сейчас покажу. Вот эта вот, вот она идет до рельсов, ну, вот до сюда, можно сказать. Вот она, и она просто идеальная. Блин, тут русские, белорусы, немцы, украинцы, эстонцы, литовцы, блин, тут кого только нету, блин. Что тут, какой-то, устраиватель, я не понимаю, мир тут свой. Все жили дружно, блин, все было хорошо, блин, ладно. Столько было и немецких, и литовских всяких кафешек, ресторанов, блин, блин. Ни хрена нету, блин, вообще. Тут столько было немцев всяких. Они сюда просто толпами ездили, да просто. Они знали, что здесь народ добрый, они могли в любую, там, я не знаю, семью приюдиться, там даже на пару дней их принимали. У меня вот с детского дома, когда я был, много детей позабирали немцы в семьи к себе. Вот туда. Я бы тоже очень хотел бы, чтобы Балтийск был тоже таким курортным городом, красивым. Туристическим хотя бы, чтобы туристы сюда ехали. Не только там смотреть разваленные вот эти аварийные дома, блин. И катакомбы эти всякие немецкие, блин. Надо просто отдохнуть. Красивый городок. Здесь это нефтяная, а это перевалочная база, здесь постоянно нефтью пахнет. Ну, газом каким-то. Это спасательный отряд. Ну, короче, там водолазы всякие работают, военные. А это рейдовые буксиры. Ну, они работают там, мы работаем с военными. Когда они заходят в гавань, выводим их, заводим там. Это вот танкер там стоит. Танкер Лена, но он тоже военный. Я примерно на таком ходил, вот, когда учился. Затонувшие корабли со дна поднимать. Ну, они накачивались каким-то специальным воздухом. И цеплялись на дне корабля. И вместе с бочками, с этими, поднимался и корабль, короче, затонувший. А сейчас просто они там списаны, по-моему, и лежат. А вон, видно, дом тот, который строится наш. КОНЕЦ 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 Я, почему, может быть, не все так, но я называю так, что наша Россия, она состоит из Калининградской области, вот эта вот Россия. Дальше уже идет Европа, в другой стороны море. А большая Россия, это уже где-то, как говорится, из дома вышел, захотел в Москву поехал, захотел в Питер поехал, захотел хоть в Новосибирск, хоть на Дальний Восток. И никаких препятствий тебе в этом нет. А у нас, сейчас куда ни сунься, кругом одни препятствия. Как у слепого человека какая может быть жизнь? Ну, родился, вырос, женился, родители умерли. Когда женился, получил, работал в морской инженерной службе, которая заведовала квартирами и домами в городе Балтийске. Так как я работал там и как я ликвидатор Чернобыльской АЭС, мне вот морская инженерная служба выделила эту квартиру. Как это принято сейчас говорить, мобилизовали. Тогда называлось это просто в партизаны забрали и отправили туда ликвидировать. А сейчас называется мобилизация. Вот. Ну, получил я естественно дозу радиации и все прочее там. Ну, мне выдали удостоверение, как положено. Куча льгот. Ну, эти льготы только на бумаге существуют. Вот. С женой я развелся еще в 15-м году. Вернее, она со мной развелась. У жены уже давно другой муж. А потом, когда жена выехала в Большую Россию жить, с этого угла сделали помойку. А вот тут стояла кровать, здесь жил я. У меня уже со зрением очень сильные проблемы были. Я, ну, еще чуть-чуть видел, каплю видел. Ну, чё, я все это дело убрал. Заставил оттуда все вынести. Тут стеллажи были сделаны. Я эти стеллажи на очередь разобрал, вынес. Ну, естественно, денежек подкопил, посчитал. Позвонил туда-сюда. Частников нанял. Мне тут пришли и стены, и обои поглеили. Ну, естественно, я покупал все это. Они только делали потолок. Ну, как бы ремонт сделали. И вот теперь я живу в этой комнате. Печки поубирали, чтобы они тут не пылили не это самое. Вот стали отапливаться электричеством. Ну, а сейчас электричество дорогое. Вот я утром включу на полчаса, на час обогреватель. У меня, правда, работает постоянно телевизор. У меня от него тепло идет. Телевизор, когда работает, он нагревается. А комнатка небольшая. А от телевизора идет тепло. Я вроде как... Ну, мне хватает. Я не мерзну. А обогревателем пользоваться... Ну, как бы у меня столько денег нет, чтобы сейчас оплачивать электричество. В той комнате вот окно. Окно. Там под окном такая трещина. То есть, если ветер дует западный, ну, то есть с моря, как раз нам окна, вот спичку просто зажигаешь и ее тушат сразу. Вот тут, где у меня телевизор стоит. Там, как говорится, я не знаю, как он еще стоит. Он не провалился туда, под землю, под пол. Потому что там все сгнившее. Вот когда вот в абсолютной тишине сидишь, ничего не работает, ничего не гудит. А если еще на улице ветер дует, ну, нормальный ветер, то сидишь и слушаешь, как дом трещит. То там треснет, то там треснет, то там треснет. То есть он... Дом, будем говорить так, что уже ходуном ходит. Цены здесь на все. Он самый дорогой город в Калининградской области. Ну, наверное, считают то, что здесь живут в основном семьи военных, а военные получают большую зарплату. Поэтому здесь можно делать такие цены. Ну, у нас же в стране, как в нашем государстве, если ты без ноги или без руки или без глаз, то ты либо ежегодно, либо там на сколько тебе дают, там на два... Вот мне давали на два года. После истечения этого срока должен опять идти и доказывать, что у тебя вдруг не выросла рука, нога и не появились глаза. Срок истек, сам я пройти ее не могу, потому что некому мне помочь, чтобы пройти комиссию, чтобы по новой оформить. И вот, говорю, на основании вот этого, что я был ликвидатором, мне положена отдельная благоустроенная квартира. Уже прошло 37 лет, почти 37 лет. Как говорится, вот у вас и ныне там. Я говорю, какой я на очереди? Вы уже первый. Они мне начали говорить о том, что вам надо пойти в суд и через суд доказать, что вы имеете право на получение этого жилья для себя. Ну, меня это дело заинтересовало. Я нашел адвоката. Ну, не то, что его нашел, а позвонил, как говорится, бесплатно. Это самое. Я говорю, вот так и так. У вас есть, говорит, документ, на основании которого вам отказывают в получении жилья? Я говорю, нет. Он говорит, а как мы с вами пойдем в суд доказывать то, что вот незаконно вам отказали в жилье? Я звоню в этот самый, в жилищное отдело. Я говорю, а как это вот так? Мы, говорит, таких документов не даем. Они понимают, что я не могу прийти, а по телефону мне можно сказать все что угодно. И какой-либо, если я даже туда приду, какой-либо документ, если я не даже покажу, то я все равно его не увижу. Они, естественно, этим пользуются. Мы возили с Москвы в сантехнику в Польшу, в Даньск. Этой фирмой заведовал гражданин Калининградской области. Ну, он директором этой фирмы был. У него было уже двойное гражданство и все прочее. Вот он тогда предлагал. Мне, говорит, нужны водители, русские водители. Я, говорит, все для вас сделаю, чтобы получить двойное гражданство. Это, говорит, вполне реально. И это, говорит, возможно. Чтобы вы работали у меня. Ну, не знаю. Чувство патриотизма мне, наверное, не позволило это сделать. А так, да, в Европе мне нравилось. В Европе намного проще. Я оттуда приезжал и себя чувствовал как дома. Один раз пытался выйти. Вот, так называемое, на улицу Солдатскую. Вышел, туда метнулся, как говорится, туда метнулся и заблудился. Еле-еле я попал, чтобы зайти во двор. Ну, тяжеловато, конечно. Да не то, что тяжеловато, а тяжело. Поэтому я стараюсь не выходить. По телефону позвонишь, привезут продуктов, хлеба, чего надо. И, говорит, помощи ждать не надо. Тем более в государстве. У нас только, я говорю, слушаю телевизор. И у меня возникает такая мысль, такое впечатление, что вот я, допустим, или тут мы, в этом городе, живем в какой-то другой России. Там послушаешь это НТВ, там Первый канал, ой, там все хорошо, там у них то, там у них это. Сидишь и думаешь, у них там так. А тут почему-то ничего не так. Все совсем по-другому. То есть, слушая телевизор, получается, что мы живем в каком-то другом мире. Музей Янтаря. Калининградский историко-художественный музей. Музей Мирового океана, дом-музей Германа Брахерта. Приглашают студентов посетить их экспозиции бесплатно. На которых используются уголь или мазут, отапливают жилые дома и соцучреждения. В планах на этот год закрыть как минимум четыре котельных на твердом топливе. Музей Мирового океана дает мне больше убытки. Калининградская инфляция вновь превысила общероссийскую. Жизнь это назвать нельзя никак. Так существует. Музей Мирового океана дает мне больше убыток. Музей Мирового океана дает мне больше убыток. Калининградская инфляция. Музей Мирового океана дает мне больше убыток. Музей Мирового океана дает мне больше убыток.